То есть, ты в протестантизме не глубоко завяз, то есть, ты, ну, реально... Да я как-то, я в их... там, это, я просто как-то... Ты понимал, что там, как-то... Ну, я не знаю, что там... Ну, видишь, и Игнатий Тихоновича с Библией познакомили пятидесятники, и тебя в тюрьме тоже. То есть, схожесть судеб есть. Вот, ну, только он за веру сидел, и ты видишь, это мама его пришла, Игнатий Тихоновича, в тюрьму, к нему на свиданку там, и там все матери тоже, ой, говорит, там, моего ни за что посадили, но обычно матери-то своих ребятишек выгораживают, ни за что сидят, говорит, а мой-то, говорит, за дело, говорит, посадили моего, за веру во Христа, вот, видишь, так. А я вообще даже считаю, по голове не укладывается просто, как можно было, так, подумаешь, там, люди совсем, мир просто, такой... Сколько ты в общей сложности? Шесть лет. Шесть лет отсидел, три ходки, да, у тебя? Ну, я небольшие, там, вот, пол-два освобождался, по слову-то, срочно, но... За примерное поведение? Ну, там работал я постоянно, как бы, там, поговорил, что там... То есть, ты там в тюрьме не ленился? Нет, я никогда не хотел, хотел всегда домой. В последние два раза по пьянке был, я просто пьяный полезу, да, ничего не... Ну, так, ну, слава Богу, сейчас вот живу уже. А ты говоришь, крещение принимал в этом... В общем, мы принимали крещение, мы просто, это было, мне лет 17, мы так же сидели, выпивали, вот, я так же уже употреблял наркотики, и мне просто одна женщина сказала, тебе надо покреститься. И вот пьяный, я пойду, меня вот пьяного прямо повезли крестить вот туда. Я несколько раз говорил, может, давайте перекрестимся, потому что, ну, как бы, я пьяный был, или каяться мне надо, в чем, что, я исповедовался, на исповедь ходил. И меня вот покрестили пьяного, я помню, даже батюшка говорил, вы пьяные, я сейчас бригаду вызываю, вот это вот, ну, как крестная мать, Таня ее звает, ну, она старшина, говорит, не-не, ему как бы надо, 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 надо что-то. И вот я помню, я смутно помню, вот, ну, что-то в воде, как-то волос мне стригли, там, куда-то, в алтарь заводили, или как он называется, в царские врата, или как это, ну, вот так. Ну, вот так. Денег заплатили, не помню. Ну, я не помню, даже там что-то там, ну, у нас деньги. Ну, то есть, сильно прям пьяный приехал, и батюшка говорит, не буду крестить, или что? Ну, он сказал, я как бы не буду у вас, вам выпей, ну, на эту... Ага. Она, как-то, его уговорила, в общем, и... Денег нам, наверное, дала. Она нам наложила, я не знаю, она... Ее попрестили. Я просто... Ты один крестился, или с тобой? Нет, еще... Еще... Ну, они со мной, они другие были, как бы, крещили. А в чем крестили? Как? В чем крестили? Ну, вот... Посуда какая? Посудина? А я не знаю. Ну, помочили лоб этой веником, да, это... Да что-то, не крещение было. А был обман, то есть, крещения не было. Должно быть ряд условий истинного крещения. Первое условие, это троекратное погружение в воду. Погружения не было, не было крещения. Ну, мы так верим. Многие ложно верят, что мочение это есть крещение. Хотя, по канонам сказано, если священник крестит не в три погружения, да будет извержен. То есть, из сана. То есть, он уже не священник по канонам. Этот батюшка, который вот это безобразие творил. Хорошо. А как же так? Обман, потому что 17-й год, революция, помнишь это все. И многие священники просто были поставлены. Неверующая политика. Был такой митрополит Сергий, предательская декларация, что в вашей радости, в нашей радости, когда безбожная власть была. Церковь зарубежная этого судила. Вот московская патриархия так и не принесла в этом покаянии. Называется сергианство. Сотрудничество с властями за деньги. Все это и в православии все это есть. Поэтому, если человек ищет идеальное общество, где царит любовь, то он может просто обмануться. Но какой-то был проповедник, который говорит, что если вы ищете идеальную церковь, вы не найдете. А если даже не найдете, то они вас не примут, потому что вы идеальные. Да. Да. Церковь это духовная лечебница. То есть, как психиатрическая больница, если так по нашему. И Господь сказал, что не здоровые имеют нужды врачи, но больные. Все мы духовно больные имеем нужду во враче, во враче за большую букву. Господь Иисус Христос. Он исцеляет души словом своим. Ну и человек должен полностью все принимать. Полностью. Если сказано, сие есть тело мое и кровь мою, ее нужно пить и принимать. Иначе не будете иметь в себе жизни. Поэтому в тебе и жизни нету, что ты в таинствах не участвуешь. Ты не член церкви. Такой получается, что не было истинного входа в церковь. Это было ложное крещение. То есть, тебя обманули, веры не было. И поэтому, неправильно говорить, перекрещиваться. Просто крещения не было, был обман. Тебя обманул священник. Взял деньги и... Ну, а что делать вообще-то? В общем-то, как мне бы хотелось бы, я говорю, меня просто бает. Вообще, что-то за головой прямо скажем так. В плане того, чем заниматься-то? Ну, понятно, читать Библию. Ну, наверное, от этого уже чтение. Ну... Молиться, наверное, больше точно. Наверное. Да все нужно, понимаешь. Нужно и читать Библию, и молиться, и работать. Все, когда вкупе. То есть, нельзя разделять, что мне делать. Когда спрашивали, вот первое, это нужно покаяться. У тебя какое... Что ты у нас еще понимаешь, понятия покаяния как такового нету. Господи, прости, там на исповедь пересказал грехи, и опять эти грехи начинаешь делать. Это не покаяние. Покаяние, это когда человек, ну, вот искренне раскаивается, вот воровал, больше, как говорится, все, не буду. И он твердо намерен это делать. И... То есть, у него... Когда он начинает, ты вот говоришь, вот делиться я не могу как-то, что... А вот когда начнешь делиться, и ты поймешь, что ты переродил тебя Христом. Я научился. Я научился. Научился, ну вот видишь. Вот 10 лет было, я не мог. И вот когда вот я в 2007 сказал Богу, и вот я после этого, я как-то... И вот у меня как-то я смог вот эти шаги как-то... И вот тогда я просто начал искать Бога, как бы думал, буду искать, искать Бога, вот и там после этого... И, ну, ближний Бог сам. Помогать ближнему. Быть у любви ближнего своего, как самого себя. И все, и как бы... И как бы... Вот эти... Ну и вот, а вот в этом... Слове-то, вот Иоанна Богослова, ты говоришь, там, бабушкам помогает, это молодежная жизнь. Ты участвовал в этих, как бы, делах? В интернат там ездили там? В интернат, но я не часто езжу, да. Ну, в самом деле, есть непосредственно гостяк такой людей. Вот они ездят туда, они каждое воскресенье ездят, и помимо этого... А что они делают? Там вот этот интернат, они приезжают туда, и вот уже непосредственно там бабушек, скажем там, бабушек и девушек, ну, 15, наверное, верующие, которые верят в Бога православное. И вот есть, которые не верят. И вот они непосредственно к ним приходят, навещают их, общаются с ними, разговаривают с тобой. Ну, какие-то там, может, там, платочек какой-то, кому-то клеенку там на тумбочку, ну, вот так вот мелочи. Там кого-то с днем рождения поздравить, он цветок купит, там еще что-то, подарок какой-то. Вот. И там их есть несколько двух, двое вроде или трое. Двое вроде, на инвалидной коляске вот их утром, с утра они везут на службу, там храм прямо на территории ЦД есть. Вот там вот, и потом увозят так же. Это... На Булыгина. На Булыгина, да. Да, на стороне дома. Вот там, вот там. На Кутузово там. Да, да, да. Туда и ездят. И... А занятия там они с ними проводят, вот. У нас, помню, были по Библии читают, нет? Нет, вот по Библии они нет. Ну, они как-то, я не знаю, вообще... Нет, там просто приходишь в палату, вот они, вот, бабушка, вот, посидели с ней поговорили, там, полчаса она рассказала тебе, там, что-нибудь спросил, пошли к другим, там, ну, вот так вот, и как дела у вас там, на вещах. А такого нет, такого, как бы, ну, они как бы молятся, там, что-то, но если у них вопросы возникают, наверное, конечно, ты там отвечаешь, что знаешь, что же. А там этот дом инвалидов, да, получается? Да, инвалиды, да, там они. Они там постоянно живут, как бы, до смерти, получается. А помогают как-то вот им, там, продуктами, или... Ну, там... Или... Там, ну, помогают, там, кто-то просил, апельсин, мандарин, там, вот такой вот. Ну, они, что-то там, они, как бы, не сильно, там, бабушки, у них, как бы, пенсии у них у всех. Как-то они не сильно, там, что-то просят, вот, именно, чтобы это... То есть, им хватает? Да. Потому что они сами, я тогда помню, была, там, одна, две печеньки, другая конфетка, третья конфетка. Я говорю, да не надо, ну, как-то неудобно отказывать просто. И вот, беру, вот они, вот, эти две печеньки. А, то есть, вы приехали навещать больных, а они вас... Да, они, да. Банан какой-то там... Ну, понятно, они вас навещают, если это больше... Я помню, школьником я был, у нас тренер заболел, и мы приехали его навещать. Ну, а мама у него добрая, там, все, что у него там было, выставила на банан. У нас там сколько человек, наверное, 7-10 приехало. А он потом выздоровел, говорит, ну, говорит, вы, говорит, приехали, говорит, в холодильник опустошили, говорит, у меня. И, говорит, такое навещание. Обычно к больному, говорит, приносят продукты, что его поддержать. Ну, вот так вот у нас, в России, все, шиворот на выворот. Ну, интересно, интересно слушать, как к Богу приходят люди, у каждого свои. Ну, ладно, поблагодарим Бога, слава тебе, Боже наше, слава тебе. Господи, благодарим Тебя за эту беседу, благослови этого человека, принять истинную веру, расстаться со всеми грехами раз и навсегда, уверовать в Тебя. Дай ему истинного покаяния, Господи. Дай ему слезы, дай поверить, что Ты являешься Его личным спасителем. И, что возмездие за грех смерти, что Ты спасаешь нас от смерти вечных, от вечных мучений. Ты умер за наши грехи, пролил причистую кровь за нас. Дай нам силы творить в последние дни нашей жизни угодное воле Твоей Святой, чтобы не оказаться недостойными обещанного Царства Твоего Небесного. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.